Сложности с поставками из-за рубежа не повлияют на окружных производителей. Вопросы импортозамещения обсудили и на совещании в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса с представителями местных производителей. Подробности в следующем сюжете. По словам руководителей окружных предприятий, производство хлеба, мясных полуфабрикатов и сельскохозяйственной продукции останется на прежнем уровне. Единственная сложность, с которой может столкнуться сфера производства – это фасовка товара. Часть упаковки привозят из других стран. Мы понимаем, что в состав производства, как возьмем агропромышленный сектор, в частности, и нашу Неневскую агропромышленную компанию, мы понимаем, что основные части – это упаковка, пленки – все это может привести к удорожанию. Мы должны работать с этими поставщиками, должны понимать, где их можно заместить на отечественные аналоги. Товаром первой необходимости, которые производили иностранные компании, будут искать аналоги на российском рынке. Те поставщики, которые шлют нам свои уведомления о повышении цены в процентном соотношении, да, это есть, но это не говорит о том, что мы будем продолжать с ними сотрудничать, мы будем искать альтернативу, будем переходить на российский рынок, на продукты российского производства. На сегодняшний день прорабатывается вопрос с российскими поставщиками, но что касается Ненецкой агропромышленной компании, основные компоненты для работы уже закуплены. Упаковочной тары и комбикормом производство обеспечено на полгода. Небольшие проблемы у нас есть по закупке запчастей к сельскохозяйственной технике, потому что у нас она в основном итальянского и польского производства. Ну, как бы этот вопрос, мы считаем, что на этой неделе был решен, поэтому какая-то часть проплочена, какая-то часть будет закупаться до конца марта, но с этой задачей мы справимся. По словам Анатолия Чудочина, запчасти оплатили ещё в начале года. Они были в наличии у поставщиков в Перми и Кирове. Тракторные запчасти закупаются в Белоруссии. В этом году были куплены в лизинг два новых пресса. Что касается подготовки к сенокосу, то она начнётся уже через месяц. Вся сырьевая база, технологии, они в стране имеются с историческим ещё периодом. И это для наших предпринимателей очень хорошая, это хорошая существенная возможность для того, чтобы за этот период, когда были введены санкции, отработать технологии, наладить это производство. То есть, ниши целые высвобождаются, при этом спрос остаётся. По словам Альберта Чебдарова, в краткосрочной перспективе в стране появится много новых отечественных предприятий. Что касается Ненецкого округа, то он полностью обеспечен своим производством мясной и молочной продукции. В регионе функционирует тепличное хозяйство. Это позволит обеспечить продовольственную безопасность.